Здравствуйте! Вы смотрите программу «Саратов сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чём пойдёт речь. Обещали убрать за пять дней. Тут походу вообще никто не ездит. Беспредел полный вообще во всём городе. Корреспонденты «Саратов-24» решили проверить слова чиновников. Остаться в живых. Я сам звонил уже вам и везде обращался. Вот администратор сходил, администратор, он ко мне ничего не ответил. Идите сами ремонтируйте. В саратовских домах продолжает обрушаться потолок. Встретились и обсудили. Не может директор школы или учитель отвечать за качество строя. Врачам удалось задать вопросы депутату Госдумы и градоначальнику. Какая погода на дворе будет в среду, 6 февраля, на Ксинью-Полузимницу, расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Время вышло. Неделя прошла с того момента, как областные чиновники пообещали очистить дороги Саратова от снега. Планировали его вывезти и расширить с проезжей части. Пока военные сотрудники МЧС пробивали пути в сёлах, расчистить город помогали коммунальщики из соседних регионов. Роман Базан узнал, сдержали ли чиновники своё слово. Он отправился в рейд по саратовским улицам. Ровная неделя прошла с того момента, как региональные чиновники пообещали убрать в Саратове снег. Хотя говорили, что нужно всего 5 дней. На окраине города техника до сих пор побывала не везде. Так в солнечном сегодня сложно проехать. Глубокие колеи, проезды узкие. Нервы у многих водителей не выдерживают. На днях парочка не поделила дорогу. Ну и дело, разумеется, дошло до драки. Не надо, что, сука! Попечу! Почему-то забыли про солнечный. Это же целый город здесь. И столько здесь людей живёт. Я не знаю, в центре столько не живёт, наверное, сколько здесь солнечным. Снег не убран, лёд по льду пошёл, а там яма ещё. И вот колесо оторвало. Вот такая вещь. Вот здесь и ремонтируем на месте. Что ж теперь делать, чтобы доехать, убрать машину с дороги. А улица у нас, видите, как сами не чистится. Посёлок Юбилейный, улицу Фёдоровскую почистили, а вот про соседние, видимо, забыли. Ежедневно здесь приезжают сотни машин, но глядя, что здесь творится сегодня, в это, если честно, сложно вериться. По словам местных жителей, за неделю к ним техника так и не добралась. А вот соседнюю Усть-Курдзюмскую, ну, как обычно, почистили. Каждый день сюда ездим, вообще невозможно. Просто, то есть, любой магазин, вот особенно вот этот вот участок, чуть ниже, то есть, Усть-Курдзюмская 7, особенно, вот следующий проволок, вообще невозможно. То есть, я не знаю, тут походу вообще никто не ездит. Потому что, то есть, реально, вот сейчас приехал сюда, 20 минут стоял на месте буксарал. Вон туда дальше можете пройти, посмотреть, ещё 4 машины стоят на месте. То есть, мне кажется, беспредел полный вообще. Я не знаю, не только здесь, вообще во всём городе. Участок у областного правительства, чиновники которого, собственно, и обещали вывезти весь снег из Саратова за 5 дней. Что ж, у них это получилось, по крайней мере, здесь точно. Улица Московская, Горького, что называется, вылизаны до асфальта. Жителям же остальных районов пока только остаётся ждать. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Продолжают падать на голову. Очередное обрушение потолка произошло в Ленинском районе. В доме на улице Попова комната жильцов завалила деревянным перекрытием. Первая пострадала жилищем многодетной семьи. Буквально за секунду до обрушения мать вывела детей из помещения на улицу. Полина Попенец отправилась на место происшествия и узнала, почему крышу никак не могут отремонтировать. Это та самая квартира, в которой обвалился. Потолок, посмотрите, в коридоре здесь видно, что он висит, вот на добром слове держится. А здесь, собственно говоря, и произошло обрушение. Захар, расскажите, пожалуйста, как это всё? Вот там девятьсов, только ребёнка проводили в садике, и потолок упал. После жену упал сюда, как проводили ребёнка, она переходила, девятьсов уже там потолок упал на место. Там обрушился, там не сделали, там кафе, в туалете там тоже ходил, там обрушался. Вот здесь у меня кафе, вот хозяйка там. Сами всё выносили? Я сам звонил уже, везде обращался, администратор сходил, администратор только мне ничего не ответил. Идите сами ремонтировать всё. А вы в администрацию обращались, что они говорят? Обращались, но они особо ничего не говорят. Вот я спрашивала, поставили его на капитальный ремонт, говорят нет. Практически все комнаты в этом доме протекают. Кровля не выдерживает, хотя её ремонтировали несколько раз, так рассказывают местные жители. Вообще дом после военной постройки. Затем это было общежитие при заводе. Завод следил за этим домом, ремонтировал его. Ну а сейчас часть квартир принадлежит собственникам, которые выкупили здесь комнаты. А часть принадлежит муниципалитету. А это помещение туалета. Здесь тоже обрушился потолок. Правда, в прошлом году люди как могут пытаются делать ремонт. Капитального уже не ждут. На данный момент управляющая компания признана банкротом. Полин Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24. Подозревают в получении взятки. Сегодня в Октябрьском районном суде определяли меру пресечения для Елены Салеевой. Она является действующим главой комитета по управлению имуществом. Задержали чиновников в понедельник. Следователи считают её причастной к делу Краснова. Который получил от местных жителей взятки на общую сумму более чем 18 миллионов рублей. Анна Забалуева знает подробности. В Октябрьском районном суде Саратова выбирали меру пресечения для Елены Салеевой. Действующей главой комитета по управлению имуществом. Она стала вторым фигурантом уголовного дела в отношении её бывшего подчинённого Андрея Краснова. Чиновницу подозревают в получении взятки. Если вы человеку вменяете взятку, как можно говорить о том, что взятка была получена спустя полтора года после того события, за которое якобы давалась взятка? То есть в конце концов существует же какой-то предмет доказывания. По версии следствия, с 2015 по 2016 год Андрей Краснов, будучи начальником одного из отделов комитета по управлению имуществом, получил от застройщиков в качестве взятки более 15 миллионов рублей и автомобиль Lexus за махинации с документацией. Причём эти деньги он получил от скандально известного застройщика Алексея Басова. Чиновник выдавал документы под свидетельством многоквартирных жилых домов на территории Заводского района. В рамках расследования была выявлена причастность Елены Солеевой. Она, предположительно, могла находиться с ним в преступном сговоре. Ей было предъявлено обвинение по той же статье. Стоит отметить, что получение взятки в особо крупном размере относится к категории тяжких преступлений. За это грозит до 15 лет тюрьмы. Стороной защиты был представлен ряд документов в подтверждении своей позиции по мнению защиты. Ходатство заявлено следователем не обосновано. Мною было заявлено ходатство об отложении рассмотрения ходатства следователя по существу и представления дополнительных доказательств, подтверждающих обоснованность ходатства следователя и продлении срока задержания Солеевой на 72 часа. В ходе заседания были выявлены новые обстоятельства. Судом было принято решение перенести слушание еще на 72 часа. В следующий раз выбирать меру пресечения будут 8 февраля. А вот задержали Елену Салееву 4 февраля. Расследование уголовного дела продолжится и дальше. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов-24. Поговорили о проблемах и решили создать рабочую группу. В Саратовском медицинском университете состоялась встреча депутата Государственной Думы Николая Панкова и главы города Михаила Исаева с главврачами саратовских больниц. В формате откровенного диалога они обсудили вопросы, которые беспокоят специалистов. Такое мероприятие прошло впервые. Альфия Багапова тоже присутствовала на встрече и знает подробности. Не может директор школы или учитель отвечать за качество стройки. Он должен учить врач лечить. Каждый должен заниматься своим делом. Об этом еще раз на встрече с главврачами саратовских больниц напомнил депутат Государственной Думы Николай Панков. Врачи и учителя не должны убирать снег. Устранять последствия непогоды – это дело исключительно коммунальщиков. Кроме того, на встрече обсудили и недостатки в работе саратовских больниц. Если у нас есть железнодорожная больница, то, извините меня, она должна участвовать, как и другие больницы, принимать больных со скорой, принимать других видов больных. А не чисто, которые, как это у вас называется, для финансирования. Формат прямого диалога с представителями социальной сферы города был предложен спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным. Это уже не первая подобная встреча. Ранее депутат общался с воспитателями детских садов и учителями школ города. Как оказалось, такой формат просто необходим для эффективного решения проблем. Сегодня мы собрались с сферой здравоохранения. Сегодня вопросы естественные есть. Мы официально подчинены Министерству здравоохранения, но это ни о чем не говорит. Потому что областное здравоохранение, оно также распространяется в наш родной город. И всем очень важно знать, как мы, что мы можем сделать для города полезного и нужного. И что администрация, чем она может помочь. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа при администрации города. В ее состав войдут представители власти и бюджетных учреждений. Такие встречи планируют проводить регулярно. Это даст работникам соцсферы возможность напрямую ставить перед городским руководством многие важные вопросы. О работе школ, больниц, детсадов. И лучше координировать работу в интересах жителей. Альфия Багапова, Олег Буланов, Саратов, 24. Вслед за школами в Саратове закрылись все колледжи и техникумы. Причина – карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования области. С сегодняшнего дня учиться студенты не будут до 11 февраля включительно. Вузы областного центра пока продолжают работать. Отмечу, решение об введении карантина каждое учебное заведение принимает самостоятельно. В соответствии с законом отмена занятий происходит, если количество заболевших студентов превышает 20% от общего числа. Напомню, занятия с сегодняшнего дня приостановлены также во всех саратовских школах. Подробнее о погоде в нашем регионе расскажет Александр Новохадский сразу после небольшой рекламы. После этого продолжим знакомить вас с новостями. Накопить и приумножить на образование, отдых, свадьбу или ремонт. Принимаем сбережения под 15% годовых. Сбережения от 10 тысяч рублей. Просто, выгодно, надежно. Гарант кредит. Генеральный спонсор прогноза погоды сельскохозяйственный кооператив «Гарант кредит» поможет сохранить и приумножить ваши сбережения. Просто, выгодно, надежно. Телефон в Саратове. 7 08 444. Здравствуйте. В среду 6 февраля на Аксинью-Полузимницу. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбии, Балакове облачно. Местами снег, туман. Ветер юго-восточный, порывистый. Днем до нуля, а ночью до минус 7. Партнер прогноза погоды компания «Разумные окна» предлагает полный спектр свето-прозрачных конструкций пластиковых окон от бюджетных до класса премиум. Установка и реставрация, покраска и ламинирование. Звоните 988-775 и оставляйте заявки на сайте разумныеокна.рф. В Саратове и Энгельсе тоже небольшой снег, метель. Температура днем до 1 градуса, а ночью до 3, ниже нуля. Атмосферное давление около 763 миллиметров в ртутную столба. Прежде этот день считали переломом зимы и по нему судили о предстоящей весне. Говоря, какова Аксинья, такова и весна. Всем всего доброго, берегите себя, увидимся. Мы продолжаем знакомить вас с новостями, работаем в прямом эфире. Сегодня заместитель и руководитель Роструда напомнил жителям страны, что те, кто трудится по графику пятидневной рабочей недели, 22 февраля смогут уйти с работы на час раньше. День защитника Отечества выпадает на субботу, но дополнительного отдыха россиянам ждать не стоит. Выходной с 23 февраля переносится на пятницу 10 мая. Оторваться можно будет в Международный женский день. Россиян ждут увеличенные выходные с 8 по 10 марта. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Росстандарт намерен избавить россиян от обязанности следить за исправностью счетчиков воды, а также проводить их проверку. Об этом сообщили в ведомстве. Над разработкой поправок в законодательство также работают Минпромторг, Минстрой и Минэкономразвитие. Чиновники отметили, что заниматься проверкой счетчиков должны не владельцы жилья. Эту обязанность возложат на соответствующие службы. Ресурсоснабжающие и управляющие компании. В Москве и области эвакуировали более 100 объектов после звонков о минировании. Первое анонимное сообщение телефона хулиганов касалось угрозы взрыва в семи московских торговых центрах столицы. Началась их проверка. Следующее сообщение было уже об угрозе в 16 столичных зданиях. Среди них школы, торговые центры и административные объекты. Все сообщения оказались сложными. В результате эвакуировали 20 тысяч человек. Отметим, что ранее аналогичная ситуация произошла в Сибири и в Поволжье. Ни один звонок о минировании также не подтвердился. Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу Фрунденского района города. Валерий Сапожников лишился рабочего места из-за плохой уборки снега и льда. Об этом сообщили на сайте администрации города. Больше всего мэра возмутила трехметровая сосулька над аркой на Тамбовской улице, где расположен дом ветеранов. Отметим, что на районного главу неоднократно жаловались жители. На график строительства не повлияет. Речь идет о доме в Елшанке, который возводят для жителей 23 бараков. Накануне там не велась стройка. Причина – погодные условия. При низких температурах нельзя класть кирпич, говорят специалисты. Будущие жильцы постоянно контролируют рабочий процесс и задают строителям вопросы. Успеет ли уложиться в сроки? Оксана Лючева знает ответ. На стройку дома в Елшанке Игорь Лазарев ходит как на работу почти каждый день. Ведь ему предстоит здесь жить. Поэтому контролирует рабочий процесс. Сейчас вот работают и суббота, и воскресенье погода как стала. Работают допоздна, до 7-8 часов вечера. Мы каждый день приходим. Это видно в инстаграме, где мы выкладываем, где делимся, где сообщаем. Там поступает масса, много вопросов. Многоэтажка строится в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина. Сюда переедут жители 23 бараков в Елшанке. 256 семей. Их ветхие дома строили еще пленные немцы. Там нет ни воды, ни отопления, а туалет с душем на улице. Люди ждут, не дождутся нового жилья. Из-за морозов здесь три дня не велась кладка. Строители не стали нарушать технические условия в ущерб качеству. Были сильные морозы. Морозы, даже которыми раствор привозили с добавками, он схватывался. Просто на пустыне схватывался до минус 15. А было за минус 20. Вы сами это знаете, за минус 25. И поэтому на несколько дней оставание у нас есть. Мы поправили это все. Строители говорят, сейчас кладка идет по графику. Морозы не помешали внутренним работам. Электрики, штукатуры, маляры и сантехники делают свое дело в любую погоду. Переживания были, когда дом начинали строить. Когда он медленно рос. Практически ничего здесь не было. А сейчас даже не вызывает опасений, если честно. Я думаю, погода наладится. И буквально очень быстро они догоняют график. Основные работы в первый блок секции завершены. Во второй сейчас запускают отопление и начинается отделка. Затем строители примутся за достройку третьей секции. Ведь график сдачи дома жесткий. К сентябрю люди уже должны въехать в новые квартиры. Оксана Лющева, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Просят быть начеку. В России назвали самые угоняемые автомобили. По данным страховщиков, в лидерах Hyundai Solaris и Kia Rio. Мимо этих иномарок злоумышленники проходят редко. Говорят, их легко вскрыть и продать. Также часто страдают владельцы автомобилей Ford, Kia и Toyota. Наряду с машинами угонять стали и мототехнику. В розыске более тысячи квадроциклов, снегоходов и мотоциклов. Причина – скачок валюты. Такой транспорт поставляется из-за границы. И его стоимость в рублях выросла. Отсюда и интерес. Впрочем, в мотосообществе какого-либо резкого всплеска угонов пока не ощутили. Возможно, что компании стали чаще фиксировать такие случаи, так как мотоциклисты стали чаще устанавливать противоугонные следящие маячки. Ну и еще немного статистики. Чаще всего орудуют угонщики в обеих столицах, на Среднем и Южном Урале, также в списке Краснодарский край, Башкирия и Новосибирской области. Саратов не в лидерах. «Спешите делать добро» – благотворительный балл с таким названием прошел в Театре оперы и балетом. В таком формате мероприятие проходило впервые. Его приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака. В течение всего вечера проходил аукцион. Все собранные средства от которого будут переданы на лечение взрослым и юным пациентам онкоцентров. Благодаря трехлетней работе общественной организации «Жизнь» помощь получили более двух тысяч человек. Мы помогаем онкобольным. Все онкобольные, которые обращаются ко мне, я помогаю, скажем так, чем могу. Кого-то устроить в больницу, кого-то, я имею в виду, устроить в плане в Москву отправить помочь, договориться в Москву, чтобы людей приняли. Подсказываю, как правильно действовать. Нигде в мире, в Соединенных Штатах, в Швейцарии, где-то не приходится, к сожалению, рассчитывать полностью целиком на то, что государство возьмет на себя эту работу и всех вылечит и прочее, прочее. Поэтому содружество, сотрудничество, соработничество между обществом и государством, между врачами и неправительственными организациями – это везде хорошо и правильно. Вместо работы – танцы и песни. Накануне состоялся отборочный тур фестиваля «Роснефть зажигает звезды». На сцене выступили сотрудники завода и их дети. Таланты оценивала профессиональная жюри. Кстати, победителей представит наш город на Всероссийском фестивале. Ранус Шагинян расскажет, какой номер больше всех понравился зрителям. Александр готовил этот номер с отцом больше двух месяцев. Для мальчика это первое серьезное выступление. По словам родителей, сын планирует заниматься музыкой и в дальнейшем. Большое спасибо компании за то, что она предоставила нам такую возможность, участвовав в таких конкурсах, то, что не только мы развиваемся именно по профессиональной сфере, а в профессиональной сфере, а именно еще и в творчестве. Это больше развивает нас. Вместо профессиональных артистов на сцене сотрудники нефтеперерабатывающего завода и их дети. Всего в отборочном туре корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» приняли участие более 60 человек. Соревновались в вокале, хореографии, эстрадно-цирковом и инструментальном жанрах. Также отдельно в номинации «Отражение» оценивались фотоработы и рисунки участников. Что я хочу оценить? Очень много философских, глубоких работ с эстетизмом, с такой тонкой-тонкой направленностью. Самое главное в искусстве, чтобы люди, которые смотрят на него, видели себя. И вот если человек, подходя к работе, видит себя, значит это хорошее, правильное отражение. Саратовский нефтеперерабатывающий завод дает возможность своим сотрудникам реализовывать себя не только в профессии, но и проявлять свои творческие способности. После выступлений каждый участник получил диплом и подарки на память. А самые лучшие исполнители представят предприятие на межрегиональном уровне. Рану Шегинян, Олег Буланов, Саратов-24. О главном к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин